Добрый день, дорогие Овны! Решение, которое вы можете принять в апреле 2018 года, скажется на вашу жизнь Овны на протяжении всего года. И если в апреле вы сумеете противостоять своему желанию бросить начатое дело и просто уехать на край света Овны, то апрель месяц окажется для вас особенно плодотворным. В начале апреля 2018 года солнце будет находиться у вас в первом доме Овны. Затем оно выдвинется во второй дом. Это область ваших финансов и собственности. А когда солнце передвигается через наш второй дом, то мы все становимся более приземленными. И на первый план у вас Овны тоже выйдут материальные интересы. Вы начнете задумываться о том, как заработать новые средства. Вы начнете искать возможности, как можно приумножить свое состояние Овны. В это время многие Овны могут приобретать крупные вещи. И покупая их Овны, вы будете думать не столько об их использовании, сколько о вложении средств. На период прохождения солнца через второй дом гороскопа вы можете готовиться Овны как к получению денег, так и к расходам. И часто к большим расходам. Многое зависит от аспектов, которые солнце делает, проходя по этому дому. И при хороших аспектах можно прогнозировать и выигрыш, и финансовый успех. До 15 апреля ретроградный Меркурий будет в вашем знаке Овны. И в это время вам предстоит переосмыслить свои инициативы и свою роль в обстоятельствах и проблемах Овны. Вы должны адекватно отстаивать свои интересы. И в это время вам будет очень важно слышать обратную связь, слышать мнения людей, с которыми вы будете взаимодействовать. И это обязательно вам, Овны, поможет найти новый способ самовыражения и методы эффективной работы. Напоминаю, что во время ретроградного Меркурия новые начинания и покупки, а также важные решения, любое новое сотрудничество и подписание всех новых контрактов не рекомендуется Овны. Меркурий усилит вашу умственную активность. И вы, Овны, будете сообразительны, как никогда, и особенно предприимчивы. У вас ускорятся реакции, как умственные, так и физические. И вы будете легко вступать в контакт, будете первыми заводить разговор. И все эти разговоры так или иначе будут сводиться к вам самим, к вашим делам и к вашим проблемам. В этот период у вас Овны может потянуть к знаниям. И вам захочется что-то изменить в своей жизни. Может возникнуть дух интеллектуального соперничества, желание высказаться. Вы захотите продемонстрировать другим свои знания Овны. И все это, конечно же, приведет вас к новым знакомствам и новым контактам. Пока Меркурий будет проходить по вашему дому Овны, у вас повысится рассудительность и практичность. И вы будете умудряться практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу. Меркурий всегда подталкивает человека не только к тому, чтобы он учился чему-то, но и к тому, чтобы человек приобрел что-то для себя. Недаром Меркурий – бог торговли. И это Овны могут быть книги, это может быть повседневная одежда или какие-то мелкие необходимые в быту вещи и техника. Это будет очень благоприятный период для литературной, для лекторской или какой-то преподавательской деятельности. Хорошо в это время заявлять о себе людям и давать какую-либо информацию. До 15 апреля, пока в Меркурии будет ретро, вам, Овны, рекомендуется просто заниматься подготовкой новых инициатив. Занимайтесь вопросами личного развития, занимайтесь анализом прежних ваших шагов, особенно тех шагов, которые привели вас к конфликтам или каким-либо проблемам. И такой пересмотр может оказаться для вас очень полезным, так как уже с 17 марта до 15 мая стеллиум с участием Марса будет в вашем Овны доме целей и статуса и карьеры. И он будет создавать напряженные аспекты к планетам в вашем знаке. Плюс этого в том, что эти транзиты могут придавать вам Овны больше решительности в достижении своих намерений. Но есть просто огромный риск в это время вызвать огонь на себя Овны и втянуться в какой-то конфликт с начальством или восстановить против себя конкурирующих с вами сотрудников. В вашей работе в этот период Овны также могут возникать проблемы. И ваше желание идти всегда на пролом будет только мешать вам. Уже в последнюю неделю марта и в начале апреля, а также в середине апреля осложнения в рабочих отношениях особенно велики. Поэтому Овны старайтесь в это время гасить все конфликты на самой стадии изрождения. И для этого вам, Овны, нужно будет помнить принципы Сатурна. Это терпение и самоконтроль. Вам рекомендуется быть осторожными, быть осмотрительными, Овны, и не вступать в непримиримые споры. Так как в это время ваши слова могут обернуться против вас. А все конфликты с начальством Овны в это время могут грозить вам увольнением. В апреле квадрат Плутона будет наиболее активен. А это означает, что вероятны перемены в работе, в связи со сменой руководства и всяких реорганизаций. Или ваши отношения с начальством могут войти в такую особую стадию напряжения. Не допускайте в этот период, Овны, каких-либо противозаконных действий. Даже тогда, если вас будут к этому склонять те, от кого вы зависите. Вам нужно быть особо осторожными при решении вопросов налогообложения, при решении вопросов страхования и для распределения прибыли в партнерстве Овны. В бизнесе Овнов это тоже может быть время борьбы за власть и контроль. И влиятельные люди, чиновники, начальники могут быть Овны не согласны с вашей позицией. И вам, возможно, придется защищать свои интересы. В бизнесе вероятны проблемы из-за внешних экономических факторов, из-за каких-то действий коррумпированных или силовых структур. И для преодоления этих трудностей вам, Овны, потребуется и сила воли, и выносливость, и все ваше упорство. Венера, планета любви и удачи, будет с самого начала апреля находиться у Овнов во втором доме. А второй дом это сектор собственности и финансов. И она задержится у вас, Овны, примерно на два месяца во втором доме. И вот именно эти два месяца все это время вам, Овны, будет очень вести как и в любви, так и в деньгах. В апреле 2018 года, Овны, любовь сама будет вас искать. Особенно в том случае, если вы не будете за ней гнаться. И тем Овнам, которые недавно расстались со своими партнерами, вам рекомендуется отпустить ситуацию. Перестаньте жить прошлыми иллюзиями Овны. И те отношения, которые у вас могут завязаться в этом месяце, имеют все шансы на долгосрочное продолжение, а возможно даже на что-то большее Овны. Что касается семейных Овнов, вам нужно будет вспомнить о том, что страсть не может гореть вечно. И что вас со второй половинкой связывает нечто большее, чем феерический секс. Не нужно разрывать ваши отношения ради какого-то неожиданно вспыхнувшего увлечения на стороне Овны. Уже очень скоро вы можете пожалеть о своем необдуманном поступке. Возможен дополнительный заработок в апреле. Это может быть премия, это могут быть дорогие другие дополнительные доходы Овны. У вас будут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем принесут вам хорошую прибыль. Апрель – это хорошее время для любых дел, которые связаны с финансами. А также это очень хорошее время для поиска финансовой помощи Овны. Особый заработок обещают принести прикладные ремесла. Это изготовление и перепродажа каких-то предметов искусства и другие сферы, которые подвластны Венере. Часто бывает так, что в это время человек покупает красивые вещи и украшения, а женщины не могут удержаться от походов по магазинам. И даже если они ничего не купят, что случается редко, то они пощупают и примерят множество вещей и неосознанно наслаждаются видом вещей и теми ощущениями, которые они им доставляют. Мужчины при транзите Венеры по второму дому гораздо охотнее, чем в другие дни покупают подарки для любимых женщин. Этот транзит усилит в вас овны стремление к удовольствиям и в полную меру будет пробуждать в вас чувственное начало. В этот период для всех становится очень важным чувство обладания, тактильный контакт. И сексуальные контакты становятся более чувственными, они приносят большое наслаждение. Еда также будет доставлять огромное удовольствие. Так что иногда будет даже трудно отказаться от лишнего вкусного кусочка. В течение всего апреля 2018 года активный Марс будет находиться у овна в десятом доме. И такое положение Марса наполнит вас овны пробивной и неиссякаемой энергией. вы будете упорно стремиться к намеченной цели и не будете жалеть потратить для этого свои последние силы. Марс, проходя по этому дому, всегда делает человека более смелым, он делает его решительным и целеустремленным. И у вас, овны, появится возможность проявить себя в деле. Вы сможете показать свои способности. Вы станете более честолюбивыми. Вы будете стремиться стать первыми, захватить ведущие позиции. Вы будете способны на риск овны. А также вы будете способны овны поставить на карту все ради достижения своей цели. Вас не будут смущать препятствия. Они будут вас только подзадоривать. И в это время вам могут дать такое ответственное поручение овны или предложить новую более высокую должность. В любом случае в этот период овны вам придется много работать и забывать обо всем, кроме вашей вожделенной цели. Для женщин такая позиция может показывать появление в вашей жизни авторитетного и делового мужчины. С одной стороны, все, что происходит по Марсу, это неплохо, но с другой стороны, овны, вы должны знать, что сейчас очень легко не рассчитать свои физические возможности. И даже какая-то небольшая неудача может привести вас к серьезной депрессии. поэтому очень важно в этот период поддерживать свой иммунитет и подкормить свой организм витаминами. Тем более, что на прилавках магазинов как раз появятся первые весенние овощи. И совет вам овны на апрель 2018 года. Наслаждайтесь результатами своего труда. Решайте свои хозяйственные вопросы, обустраивайте свое жилище, ощутите свою причастность к вашим традициям овны и обязательно не забывайте отпраздновать ваши достижения. Удачи вам! Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok